Вашему вниманию представляется доклад по поводу выбора метода управляемой гипотонии при без ишемической резекции почки. Из года в год количество выявленных случаев заболеваний почек становится все больше, соответственно, оперативное вмешательство, которое производится на почке, тоже становится больше. В основном предпочтение хирургу в последнее время дается резекции почки взамен нефректомии, и используются две методики. Одна из них – это с наложением сосудистого зажима на почечную артерию, так называемая ишемическая резекция почки. Из плюсов – это минимальная кровопотеря, если все хорошо. И, соответственно, из минусов ограничение по времени – это 20-30 минут можно держать почку на зажиме. В последующем, как показывает ряд исследований, наступает почечное повреждение с нарушением, с появлением почечной недостаточности, которая прослеживается в течение года, может прослеживаться. И без ишемическая резекция почки, ну, зеро ишемия, как правило, ее используют еще и с вариантом управляемой гипотонии. Из плюсов – то, что можно работать довольно-таки долго, нет ишемического повреждения почки. Из минусов – возможно, большая кровопотеря. Под управляемой гипотонией понимается снижение среднего перфузионного давления на 30% от рабочего, но не ниже 55-60% от… Ну, не ниже 55-60 мм втутного столба. Методики, которые используются для снижения давления, есть несколько вариантов. Это регионарная анестезия, как правило, ее в урологии не используют, неинтересно, скажем так. За рубежом очень часто используют высокие дозы опиоидов, реми и фентанил. Хороший препарат, быстрое начало действия, короткий период действия. Но из основных минусов – его нет в Российской Федерации, не зарегистрирован. Из того, что многие знают, это вазодилататоры – это нитропрусикнатрия, довольно-таки мощный препарат, но у него, соответственно, и более сильно выражены побочные эффекты, и образуются довольно-таки токсичные метаболиты. И нитроглицерин – он тоже снижает довольно-таки быстро давление, но менее эффективен, чем нитропрусикнатрия, и не всегда удается достичь нужных цифр гипотонии у более-менее здоровых или компенсированных пациентов. Пациенты просто компенсируют снижение давления тахикардии, поэтому приходится вводить на фоне, ну, совместно с нитроглицерином бета-блокаторы, чтобы снять тахикардию. Альфа-адреноблокаторы, известный многим, уропедил – довольно-таки интересный препарат. Если начал действовать в ближайшие 5 минут после начала введения препарат, то, соответственно, у вас гипотония, скорее всего, получится. В противном случае есть 30% того, что вы гипотонию в течение 30 часа не добьетесь. Бета-адреноблокаторы в основном используются короткого действия. Это эсмололом. Препарат тоже хорош, но он, как правило, сочетается с какими-то другими препаратами, вазодилататорами, нитроглицерином с бета-блокаторами, ой, с пропофолом. Препараты для общей анестезии, всем известный пропофол, его, как правило, некоторые используют, но тоже вкупе с бета-блокаторами. И сейчас очень много статей появилось по поводу управляемой гипотонии ингаляционными анестетиками. Три препарата, которые в основном используют, это селофлюран, изофлюран и десофлюран. При констрации этих препаратов в организм больше одного мак. Из плюсов то, что одним препаратом можно достичь и адекватной общей анестезии, и адекватной гипотонии. Пациенты довольно-таки быстро просыпаются, потому что все зависит от потока газовой смеси. Соответственно, быстрое пробуждение очень удобно. Из минусов внутричерепное давление все-таки более часто встречается тошнота и рвота. В Центре онкологии имени Петрова с 2016 по 2020 год было проведено исследование, которое включало в себя 109 лапароскопических резекций почек. Почки пациенты были разделены на три группы в зависимости от препарата ингаляционного, который использовался для управляемой гипотонии. Это изофлюран, сива, флюран или десфлюран. Мониторинг был везде стандартный. Это ЭКГ, пульсоксимметрия, контроль ингаляционных анестетиков, плюс измерение артериального давления неинвазивным и обязательно инвазивным методом, чтобы контролировать онлайн изменения гемодинамики. Бисмониторинг для оценки глубины анестезии и оценка анализа крови до операции и после. Индукция везде была стандартная. Гипотония достигалась увеличением концентрации ингаляционных анестетиков до 2 мак в течение 5-10 минут до начала планируемой резекции. Восстановление давления происходило после команды гемостаз хирургов, то, что гемостаз стоялся и можно поднимать давление. Снижалась концентрация ингаляционных анестетиков до 0,5 мака. Соответственно, под контролем бисмониторинга, чтобы быть уверенным, что пациент точно спит. Из того, что следует отметить, дезфлюран для моноиндукции управляемой гипотонии не подходит. Его все-таки приходилось сочетать с более высокими дозами наркотических анальгетиков, фентонилом, в связи с тем, что в течение 10 минут при увеличении концентрации эффекта не было, давление не снижалось. А вот севаран и изофлюран показали довольно-таки интересные результаты. Время гипотонии наступало где-то через 2-3 минуты, до 4 минут в среднем в обоих группах. И восстанавливалось в среднем через 4 минуты после завершения резекции почки гемостаза. Кровопотеря в принципе в обоих группах была в среднем одинакова, 300-400 миллилитров. Процент тошноты и рвоты был везде практически одинаковый. Пробуждение в районе 5,5 минут было в обоих группах, пациенты просыпались в ясном сознании и в принципе сами переползали на кровать. Выводы, которые можно сделать, то что ингалюционными анестетиками можно проводить хорошую комбинированную анестезию с компонентом управляемой гипотонии. Для этого подходят хорошо изофлюран и севофлюран. Значимых различий между ними нет, кроме как в цене изофлюран в 3 раза дешевле, чем севаран. А изофлюран как монопрепарат он не подходит. Спасибо за внимание. Продолжение следует...